Девчонки, привет! Вы знаете, кто у нас сегодня в гостях? Меценат и академик. А кто за него пришел бороться? Пиар-директор Льяна, менеджер по продажам Арнелла и президент медиа-агентства Татьяна. Давайте сначала на жениха посмотрим. Я люблю мир во всем его проявлении. Пусть будет мир на всей планете. Мир вам. Спасибо. Проходите. Юрий. 50 лет. Через 7 лет брака супруга сначала предложила ему пожить отдельно, а вскоре прислала уведомления о разводе. Юрий – президент Международного благотворительного фонда, меценат и член-корреспондент Академии общественных наук. Интересуется живописью, мечтает построить храм. Предупреждает, что курит сигары и трубочный табак. Юрий никогда не свяжет свою судьбу с вулигарной меркантильной домохозяйкой. Возьмет в жены умную образованную леди с горящими глазами, чувством собственного достоинства и интересом к жизни. Здравствуйте, Юрий. А вы когда женились? Когда мне было 21 год. Боже мой, сейчас полтинник. Это был один единственный раз в вашей жизни. Сколько в общей сложности прожили? 7,5 лет. Вы были студентом? Ну, не совсем. Я пришел после армии, и потом я стал студентом. Это были советские времена? Да. Она была ирландкой? Да. Я даже себе вообразить не могу, через какие трудности вам пришлось пройти. Не то, чтобы жениться, а просто, чтобы встречаться с девушкой из враждебного нам лагеря. Лариса, а я не могу слушать историю любви, пока коробку не откроют, красный бар. А я его пытала там, он не сказал, не по рукам меня бил. Я говорю, не покажу, не отдам, не отдам. Потому что мне, наверное, подарок. Я думаю, да. Я говорю, что там, что там, коробочка. Совать подмаслить надо, а то обижусь. Окей. Я могу сказать про подарок? Да. Окей. Вот такая звезда. Звезда непростая. А звезда вручается людям... Не простая, а золотая. А золотая. Правда золотая? Правда золотая. Вот. И она не просто вручается людям, обыкновенным людям. Это люди, которые относятся так или иначе к искусству. Вот здесь есть все виды, значит, театральная, киношная, все вот, все, ну, вепархии, которые могли, ну, как бы быть... Я заслужила. Yes. Но сегодня так получилось, что эта звезда будет вручена Ларисе Гузеевой. Да ладно! А, ну, а кто вручается? Давай разберемся. Вы меня обманываете. Нет. Дорогая Лариса. Боже мой, боже, боже. Точно такая же звезда есть у Майкла Мэтсена, у Клейкона Тарантино. А, потому что вы меня обманываете, вы меня... Я вас не обманываю, вот. Боже мой. Под номером все как положено. Да вы что? Вот вам диплом. Вот, то, что вы награждаетесь этой звездой. А, с вами, да. Я тебя отмечаю, поздравляю. Да. Спасибо огромное. Лариса. Девчонки, я вам отломлю по одной. Дай бог вам здоровья. Спасибо вам огромное. Вы заслужили это. Я ваша. Первую звезду получаю. Одно сердце он уже покорил сегодня. Огромное вам спасибо. Но возвращаемся к вашей жизни. Так вот, в советские времена у нас учились иностранцы. За нами всеми следили, естественно. И браки нас предупреждали. Только типа по смете. Поэтому любовь была, но не женились. Нет, я же женился. Как? Кто вам позволил? Так получилось, что вот занавес открылся. Я имею в виду железный. И к нам хлынул поток иностранцев. Она была в этом потоке. Приехали они учить нас, как работать на западный манер. И она как бы... А вы работали стюардом. Yes. Но это было... Чтобы набирались опыта. Да. Да. Вот. Вам было по 21 году. И на одной из вечеринок вы там друг к другу глазки. На день рождения у ее подруги, у Ирландской. Вот там мы познакомились. Вы тогда были кудревласом? Не то слово. У меня был хвост. Хвост настоящий был. А чем сейчас ты взял? Потому что я смотрю по черепу... Сейчас легче. Лариса стала женщина. Ну вы не лысый, потому что я смотрю там... По чужим подушкам Лариса растерял. Нет, в такие интимные сферы пошла. А с нашими девчонками был богатый опыт до 21 года? Или она у вас была первая? Не, не то слово. Очень богатый опыт. Ага. Да. Ну и что в них было такого особенного? В наших? В нас не было. Нет, в ирландских. А, это было вообще очень... Вы же ирландские коровы круче. Чистенькие, бокастые. Да, да, да. Молока дают больше. А ирландки? Ирландки тоже чистенькие. Вы же сказали, чтобы они пили больше, чем мы? Или они там брезговали крепеньким? Не скажешь. Они еще копытцами хорошо играют. Так, тынь-тынь-тынь-тынь. Нет, ну танцы-то у них. И мы можем присядку. Ну вот, как-то обидно, но хорошо. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что они отличаются чем-то от наших женщин. Вот. Смотри, уже сразу. Нет, уж начал с самого начала. Ну, все равно, смысл был в другом. Познать, ну, как бы другую культуру вообще женщин. Левелас. Это минус. Не была она тем мостиком, лифтом из одной страны в другую? Я пойму. Может быть, там не было особо сильной любви, но уже чесалось куда-то уехать и увидеть мир. А это был реальный повод. Я сначала тоже так думал. Вот. А потом, когда познакомились ближе, вот, то я узнал кристальные души человека. Святая. Ну да, относительно. А чужеребеночка-то у вас не народился? Ну не получилось. Ну не знаю, так небеса на распределились, скорее всего. Я не знаю. Даже не хочу об этом вообще говорить. Если можно. Переживали? Ну да. Было так. А куда потом ваша звезда исчезла из вашей жизни? Ну на самом деле она очень устала от нашей страны. Невзирая на то, что там... Так это же 90-е были ведь? Да, лихие. Ну еще бы. Конечно, она очень устала. А вы лихачили в те годы, честно? Ну было, случалось, да. Но я не имею в виду, что авторитетно как-то там представляла нашу Россию, но... Нет, а похож. Гулял. Гулял. Вот паразита. Гулял. Эх. Ну и что, и она куда-то раз... Ну не совсем устала она, как бы так вот, сильно я так понял, что от нашей страны устала, от снега устала. Прям так говорил, снега. Хорошо, Юр, ну и куда она сбежала-то? В Дубай. В Умиратах 20% местного населения, остальные все топ-менеджеры англичане, остальные 80% все приезжие. Вот чего хочется в браке? Вот прямо вот о чем? Вот 50 лет, я считаю, прекрасный возраст. Вот чего хочется? Потому что вы, судя по всему, человек не бедный. Жить есть где, а вас обстируют, обглаживают. То есть жена для этих, так сказать, дел не нужна, да, чтобы она вам там брешечку. Или хочется? Хочется... Надо, и вот так вот щечкой, чтобы папер, и сказал, Юр, ну че? А он че? А ты? Да ладно, просто. Ну хочется все-таки, да? Хочется. Чтобы воскресенье сказать, а ну и никуда не поедем. И проваляться у телека весь день. Юр, а ну так вот то, что я перечисляла, это мне надо в моем возрасте. А вам что нужно? Чего хотите от брака? Хотелось бы человека, который полностью разделяет мои взгляды. Скажите, а ребенка хотите? Ну, можно подумать. Да, можно и в 60. А еще лет 10 точно. Ну не так, чтобы прям вот переклинило «хочу ребенка», потому что некому оставить, кроме Гузеевой, свое состояние. Ну лучше Гузеевой оставить свое состояние. Как лучше? Ну то есть нет страстного желания провести отпрысков немедленно. Про состояние узнаем, может там оставлять некому и нечего смысле. А что имеем? Как обычный московский человек, квартиру, машину, маму с квартирой, с дачей. Мама не приехала сегодня, но обычно она все наши мероприятия, которые мы проводим в Москве. А вообще что, еще маме надо понравиться? Нет, мама, она как говорит, лишь бы тебе нравилось, сынок. Мама-то уже вообще отчаялась-то. Мама суперчеловек. А мама внуков не требует? Куда уж требует. Ну да уж, а что ж требует? Вот знаете, мне что приятно, адекватно. Потому что приходит 74 года, говорит, я еще хо-хо. Пятерых человек, сколько я лет? 32, вы с ума что ли? Мне надо лет 25, я еще вон какой, мне дети нужны. Будут у вас дети как-то? Не угреваешься? У меня будут точно. Что в женщинах, вот я вам, Бебе? Не люблю, когда, ну, вот, целый день она может что-то рассказывать, там, вот, прям на ухо присядет и, как обычно, это бывает. Тем более, если что рассказывает. Да, да. Я ей сказала, а она не сказала. А я ей, представляешь, присмотрела. Не, Юра, ты меня не слушаешь. Вот. Ну, повторишь, что я скажу. Ну, вот. А под, да, вот это? Да, вот это вот. Так это же какие-то молоденькие немножко такие, не в себе. Разные. Нет, разные, правда. Не, ну, взрослая женщина вряд ли будет так это вести. Смотри, какая взрослая. Работала? Да можно, как ей будет угодно. То есть, чтобы понятие было, ну, разделяя. Ну, если бы она не сидела у вас на ухе, она должна иметь свое какое-то дело. Она должна где-то уставать. Вот я тут так за день наговорюсь. Сейчас я прихожу домой и слово «здрасте» не могу сказать, правильно? Работать не надо. Ну, почему не надо? Надо заниматься делом. А, ну, да. Две большие разницы. За большие разницы. Да, за большие разницы. А вот вы прямо на работу с утра уходите, да, вечером приходите. А чем у работы? Пришел на работу, звезды всем раздал золотые и отдыхать целый день. Или какая у вас работа-то? А, я человек проектный, вот, то есть, каждые там три месяца, можно, ну, четыре, наверное, да, мы готовим какой-нибудь проект, вот. И вот работать, могу пойти и на работу вечером. А у вас пенсия будет вообще-то? Она уже есть, потому что я ее заработал, когда захотел посмотреть весь мир. А, то есть вас капают, да? Мир, когда захотел посмотреть, ну, такой, ну, как бы, получился я очень такой продуманный. Я не хотел платить за билеты на самолетах и летать по всей стране, да, и подумал, что лучше пойти работать стюардом, зато я все увижу. Вот, и таким образом я себе пенсию налетал. Значит, судьба, Таня, уже от судьбы не идет. Это будет звездный брак, понимаешь? Какие требования, вот, сформировались у вас сейчас, вот, чего не хватало? Ведь по каким-то причинам вы не женились в старый раз, расставались, вот. Ну, московские девчонки, их, все знают, что их интересует. Что? Что московские девчонки интересуют. И озвучьте, наконец-то, а то все мнутся, жмутся. А, как обычно, да, это какие-то горы, наверное, ну, что-то такого несметного богатства, да. А еще мне, Юра, знаешь, нравится, что из коммуналки вышла, слащие морковки, ничего не едет. Но она уже ставит требования, хочу повара, хочу домработницу, хочу замок, хочу маникюршу, педикюршу, что приходило на дом, и хочу миллионы какие-то. Хочется задать вопрос, а ты видела хотя бы, вот, ну, раз, вот, в одной кучке, там, миллион рублей. Понятно. Вот молодец, что озвучил. Если будем замок предлагать, не отказывать. Да. Насчет повара сразу говори, скажи, что готовить ты не умеешь. Вот я бы вам рекомендовала женщину, уж про ребенка, конечно, ну, уже как-то странновато, потому что сил не хватит поднять на ноги, ну, как минимум. А вот стать дедушкой, вот это самое милое дело. А чего? Не хотите? Стать дедушкой? Да. Ну, вы хоть женитесь на женщину, а у нее уже взрослые дети, и у них этих детей дети рождаются, и вы сразу дедушка. Окей. То есть вот стать дедушкой я бы вам рекомендовала, потому что нас еще испоряжать теплой стенки, как в свое время Райкин сказал, с нами даже очень-очень можно поговорить. Дети меня любят. А внуки так любят. А внуки будут любить вообще. Да, мужчины не любят, наверное, но все-таки, смотрю, ему не нравится то, что он станет дедушкой еще лет 20-30. Тогда он будет готов, а сейчас еще не готов после таких гуляний. Я хочу вам пожелать встретить сегодня женщину достойную, с чувством юмора, легкую, легкую, без мусс-погруза, которая будет понимать, когда вовремя нужно отойти, прийти. Чтобы вы ею хвалились, значит, она должна уметь и принять гостей, знать, как это происходит вообще, да, что такое приличные люди. То есть женщину из хорошей семьи, либо у нее была хорошая семья в виде мужа детей, то есть ту, на которую вы не будете тратить энергию, чтобы ее обучить элементарно, чтобы вы ею гордились. И вы будете так кряхтить по стариковски, типа, моя-то, моя-то, сейчас придет, сейчас придет. Понимаете, это важно. Уютную. И чтобы у него в жизни был уют, тепло. Вы мужчина очень-очень сложный, с вами непросто. Соединение Солнца, Меркурия и Нептуна в Скорпионе. Вы частенько бываете погружены в свои непростые переживания, в какие-то свои ощущения. Нужно ловить ваши эмоции и чувства. Во-первых, не каждая женщина это сможет сделать. Во-вторых, вам нужна вот та самая, которая не будет, с одной стороны, слишком в душу залезать, с другой стороны, будет достаточно чутка. Очень редко это равновесие в женщине встречается, чтобы она к вам и не приставала, и в то же время, чтобы она видела, что с вами происходит сама. Вот я считаю, что женщина простая, простецкая, с этой функцией не справится никогда. Вам нужна такая же, сложно организованная, но при этом с толстым слоем культуры сверху. Сказала бы так, полузабытое слово, редко встречается. Вот я вам желаю сегодня, конечно, красавицу, умницу, но такую очень культурную красавицу. Чтобы направляла его непосредственно и давала ему возможность к пути истинному. В эфире «Давай поженимся!» у нас в гостях Юрий. Встречайте первым веком. Добрый день, Юра. Спасибо большое. Меня зовут Ильяна. Я очень внимательно смотрела и слушала все, что показывали про вас и все, что вы рассказывали. Вы знаете, вы мне очень понравились, и я нашла, что у нас очень много общего в биографии. Будет здорово, если я задам вам какие-то вопросы, а вы мне на них честно ответите. Спасибо, проходите. Попытаемся. Лияна. 49 лет. Директор по связям с общественностью в Институте красоты. Программный директор Национального комитета по исследованию стран БРИКС. Занимается автотанцами на льду, изучает иностранные языки и рисует масло. Предупреждает, что будет спать с мужем в разных комнатах. Супруг Лияны не хотел платить за лечение дочери инвалида и оставил ее с двумя детьми. Надеется, что Юрий не будет экономить на семье. Здравствуйте, Ильяночка. Здравствуйте, Лариса. Вы храпите? Нет. А почему тогда будете с супругом в разных комнатах спать? А я объясню. Потому что у каждого должно быть свое личное пространство, и в том числе и ночью. Хочется, есть желание. Мы вместе и можем спать вместе. Это если вы 25 лет вместе прошли, тогда можно об этом говорить. Но вы заранее, вы еще не вышли замуж. Но вы себе как бы огораживаете территорию. Значит, вы допускаете жизнь без любви. Потому что, если хотите любви, вы будете подмышкой у него ночевать. Понимаете? А нам даже не две спальни, а три надо. Ну, это понятно. Наша, ваша и общая. Да. Ларисочка, а я поспорю, можно? Можно. Только сначала скажите, откуда у вас такое интересное имя? А имя мне придумали китайцы. Оно мне дано не с рождения, есть целая история по поводу имени. А с рождения имя какое? Ольга в паспорте. Ой, какой красивый. Самое красивое имя. А знаете, а я его для себя не люблю. Я правда могу сказать это во всеуслышание, что я для себя это имя не то чтобы не люблю. Вы знаете, даже когда я была очень маленькая, я чувствовала, что это не мое, чужое мне имя. Ну, родители не могли спросить ее мнения, а то бы она была какой-нибудь Жак Лимба или Моникой. Ну, хорошо, Львяна, так Львяна. Приятное имя. Хотите замуж по любви? Да. А вы ходили за своего мужчину по любви? Хотела по любви, а оказалось, что больше по уважению. И знаете, еще все-таки я была в плену стереотипов, что вот возраст, и что вот так. И я была, ну, там целая история была, и сейчас я могу сказать, что, наверное, нет ни по любви, но хотела. А без любви родятся дети двое? Родятся дети. В уважении, в интересе друг к другу родятся, как показывает моя история. И почему вы не с мужем? Я не с мужем, потому что если начать мою историю с конца, начать с конца, так говорю. То он оказался жаденый и жаденый. Неправда, ни в коем случае нет. Ни жлоб и ни жаденый. Но я ушла, в конце концов, от него после семи лет совместной жизни, потому что мы с ним разошлись во взглядах на... Вот знаете, это не молодежный взгляд, а базовый, семейный взгляд. Хорошо, Леночка, тогда я буду вам называть факт, а вы будете говорить, имели они место быть или нет. Хорошо. Да, и уже сами сделаем вывод. Ребенок первый родился нездоровый или второй? Нет, второй. Мальчик, девочка? Девочка. Девочка не слышит. Не слышит. Да, и вы были уверены, что если вкладывать в здоровье ребенка, то есть врачей, а врачи бесплатно никто лечить не будут, да, каких-то педагогов, то у девочки может и слух, ну так сказать, прорезаться, и она будет более адаптирована к жизни. А муж считал, что ну вот родилась такой, и что же теперь делать, что не обязательно это тратить. Суть правильная, но я бы сделала акцент, что я бы вкладывала, я понимала, и в моей семье так принято, что вкладывать нужно время, вкладывать нужно желание дать этому ребенку все возможности. А муж считал, что не обязательно. Не обязательно. Ну, это видно, что ей, конечно, много пришлось пережить, дай Бог. А сколько лет им было, когда муж... Когда мы расстались, когда мы расстались, сыну было семь, ну, шесть, наверное, да, шесть, и три с половиной года разница. Нет, два с небольшим, два с половиной. Он от вас ушел? Нет, я ушла. С какой формулировкой? Формулировка копилась. И на самом деле, знаете, так странно, нас при двух детях, при вот проблемами с ребенком, да, и после семи лет брака, нас развели за десять минут. Мы пришли в маленькую такую неуютную комнатку, такую темную, там сидела судья, я помню очень хорошо, с первого раза, не давали никаких там сроков, никаких подумать, никаких ничего. Она спросила, почему ты хочешь развестись, я? Я сказала, потому что у меня есть двое детей, и третьего усыновленного мужа я не потяну. Понятно, был инфантилен, не хотел участвовать. Мне так казалось, да. Рома, вот если ты успел, ей бы стало легче. Споешь, чем-то такое красивое, лирическое... Малыш, и ты спою, да. У меня есть такой вопрос коварный, который я задаю многим людям вокруг, в разных странах, и мне ужасно нравится слышать быстрый ответ, не надо думать. Сколько лет вы собираетесь прожить? До конца жизни. До конца жизни. А если говорить прямо вот в количественной варианте? Ну, как же я так посчитаю? Мы даже не можем сказать, что будет через пять минут за этой дверью. Перечитайте Булгакова, пожалуйста, мастер-мазарита, чтобы понять, как может человек рассчитывать, сколько он планирует прожить. А у меня есть другая теория, я не буду ее долго развивать, я собираюсь прожить, я не шучу сейчас перед всей аудитории, я собираюсь прожить точно не меньше ста лет, сто плюс, и я собираюсь прожить их радостно, я очень забочусь о своем здоровье психическом и материальном, моральном и физическом. И я хочу получить, получать и давать в этой жизни все сто лет что-то. Вы Зельгина видели? Она нам подходит, коробить будет хорошо, понимаешь, так что не доживешь, но то, что на нее можно рассчитывать по поводу похорон, это хорошо. Знаете, замечательно, что вы живете в такой позитивной установке, это правда здорово. А ребеночка тоже третьего рискуете? С удовольствием. Это серьезно? Правда, я не шучу. Ну вот, да, понятно. Сами будете рожать или суррогатная? Конечно. А я очень здоровый человек. Мне неприлично приходить к доктору, я изредка прихожу по каким-то поводам, мне говорят, ну что? Ну ничего. Ну пока вы будете показывать сюрприз, мы будем исходить здесь с завистью. Поэтому проходите, пожалуйста. Завидуйте мне хорошей завистью. А можно еще Юре задать вопрос? Да, даже нужно. Я снахальничаю, для меня это тоже важно, как человек себя чувствует в мире. Я слушала вашу биографию, она мне ужасно понравилась, вот все вот эти личные начала и ваши отношения, все. Она хочет продемонстрировать, насколько она говорит по-английски. Мне кажется, это была проверочка на знание английского языка. Все вместе, да? А он так ответил легко и просто. А вам зачем, чтобы он еще язык знал? Мне это очень важно. Чем больше языков знает человек, тем этот человек интереснее сам себе. Это моя установка. Ну ладно, сгубь. Ну идите, показывайте сюрприз. Юр, я чуть-чуть, я не кокетничаю. Я люблю, но не часто играю на гитаре. Я с удовольствием хотела спеть песню с пониманием того, что если что-то получится, мы сможем спеть какую-то и общую песню. Обязательно. Здесь вам неравнино, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу, извиняюсь за гитару, внизу не встретишь, как не тянешь за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянешь за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красот и чудес. А остальные куплеты мы допоем вместе. Обязательно. Высоцкий. Да, поразила, Альяна. Чтобы женщина до Высоцкого. Я обожаю Высоцкого, это самый гениальный поэт 20 века в России. Все, дорогая моя, мы теперь будем сплетничать, а вы проходите в свою комнату. Поздравляю. Ну ты даешь. Он так на тебя смотрел. Смотри, смотри. Слушай, таких сотрудниц вообще надо себе повысить зарплату. Повысьте мне, пожалуйста, зарплату. Понравилось? Ну да. Какие-то вопросы есть? Много. Ну, один вы ответили. Много вопросов. Да, а вы задайте, может быть, я вам отвечу. Ну, непонятно, как... Двое взрослых детей, она самостоятельна. То есть теперь только внуки. Чего вам Роза и пожелала? Ну, тоже тогда ничего. А если по-честному? А если по-честному, то, ну, наверняка, наверное, какие-то там еще есть сложности. Я так думаю. Ну, а вы хотите совсем девушку без сложности взять? Я понимаю, что вы не решатель проблем, и женщина не должна рассчитывать только на это. Но в любом случае у вас какие-то сложности могут быть. И она вас принимает с вашими сложностями? Самое главное, что она согласилась петь вдвоем. Высоцкого. Я тоже люблю Высоцкого. Нет, она вообще классная. Она очень приятная, она внешне такая ухоженная, такая открытая. Потом видно же, когда женщина изображает, а когда она на самом деле такая. То есть я понимаю, что она и в палатках, и в поход, и поддержит. Ну, приятственная женщина во всех отношениях. И в палатке поддержит. И палатку поддержит. Ну, ко мне часто приходят такие невесты возрастные. Меня, конечно, пугает и рождение. Даже не дело не в том, что она не будет ничего рожать, она не будет. Уже климакс пришел, и, извините, давайте честно быть, в общем-то. Ну, такое ощущение, что прямо вот, ну, все готово для мужчины. Вот она привязалась к моему возрасту. Нет, она, ты наоборот, ей понравилась. Василиса, что там в йоге? Я считаю, что она выбрала удобную для себя маску. Она супер-гиперчувствительный человек. И просто в какой-то момент времени душа устала болеть. И душа приняла для себя вот этот такой способ общения с миром. Мы на позитиве. Все чудесно. Проживем до столет. Все великолепно. Бывший муж был гад, но прекрасный человек. И я считаю, что вот эта ее позитивная маска, она ей помогает на самом деле. Потому что она великолепно выглядит. Она чудесно настроена. Эта маска уже приросла в коже. Она счастлива, потому что правильная. Пускай даже неестественно для нее сама маска стала какой-то частью ее натуры. Потому что если она не будет смеяться, она будет плакать. Но при этом она очень, очень чувствительная, интуитивная, впечатлительная, восприимчивая. Там соединение Луны с Нептуном в Скорпионе. Это тот человек, который вас точно будет чувствовать. А она настолько чувствительная, что даже на английском языке она спросила, хочу ли я секс в самолете. Ну смешно. Ну послушай, один 50-летний с другой 50-летней пойдут в туалет в самолете, подумают, что ему плохо. Или он будет как выровняться, послушать свои телеси, если со мной. А не лично в твоем. В эфире давай поженимся, у нас с Югей Юрий. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Арнелла. 32 года. По образованию актриса. Работает менеджером в компании по производству гигиенического оборудования. Занимается созданием дизайнерских костюмов. Увлекается живописью, чеканкой и резьбой по дереву. Мечтает выйти замуж в самолете. Арнелла родила дочь от миллионера, который был старше нее на 34 года. Но он отказался признавать ребенка. Надеется, что Юрий примет ее дочь как родную. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, Арнелла, откуда такое имя? Так получилось. Мама с папой, да, назвали? Да, так. То есть вы по паспорту Арнелла Николаевна? Нет, бриллиант Арнелла. Как? Бриллиант Арнелла. Бриллиант Арнелла? Да. По паспорту? Это отчество Арнелла? Нет, бриллиант фамилия. А Арнелла имя? А отчество? А отчество Голд. Она поменяла, наверное, свои паспортные данные. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько вам было лет, когда вы познакомились с, ну, очень богатым человеком и на очень много лет старше себя? Мне было 28 лет. Ему? А, он был намного старше меня. 60? 100? Ну, около, да. Да. Он был богатым дедушкой, влиятельным? Я не знала, насколько он был богатый и влиятельный. Мне было важно, насколько... Так что с дедушкой делать молодой девчонке, если он еще не значит, что он богатый? Мне было важно это к чувствам, к человеку. Какие чувства к дедушке могут быть? Какие? Вот объясните. Только сесть ему на коленке, ай-да-да-да-да, деда, расскажи сказку. Понимаешь? А какие еще могут быть чувства? Для меня это дарованный Богом муж, который не признается, скажем так, по существу. Он не был никаким вам мужем, но я его считала все равно... Он женился? Как только вы... Послушайте, вы с ним не жили вместе. Это не важно. Тогда какой он вам муж? Вы забеременели от дедушки, от богатого? Он не признал вашего ребенка? Вы скрыли от него беременность до тех пор, пока не родили, чтобы уже ему сказать... А вот наш пасек. На. Теперь ты никуда от меня не денешься. Нет, мне нравится. Лариса все время записывает в дедушке 56-ти летних людей. Они только начали жить. Ну, Лариса такая же, называется ее функция провоцировать. Когда вы приехали с ребенком, нашли вот этого дедушка и сказали, давай заживем по-человечески. Смотри, ребеночек готовенький, маленький. Я сама красавица. А он что? Для него оказалось в жизни важней это то, что он останется с тем, с чем он был. Он уже как бы с тропинку протапливал. Ему уже важнее было, кто будет ухаживать. Ну, одним словом, он был женат и из семьи уходить не захотел. Да? Можно сказать так, да. Зачем отдавали ребенка в дом малютки? Она у меня была, да, в госучреждении, потому что мне нужно было... Я работала в специалист по связям с общественностью. Там приходилось вести переговоры с гражданами, помогать также, вот, направлять их на какой-то путь истинный. И зарплата была все-таки не тем ключом, чтобы... А у вас самолю нужно было направить на путь истинный, потому что ребенку сиська нужна была, а вы по связи с общественностью... Вы знаете, мне это не мешало, я все равно кормила, продолжала грудью ребенка. То есть вы ходили туда? Конечно. И сколько ребенок было в дом малютке? Каждый день я ее навещала вечером, вот, и она у меня была там где-то около полгода. Сейчас она с вами? Да, она со мной. Вот эта вот девочка, вот эта красивая, симпатичная Мерлин Монро, это точно мой антипод. Я бы сдохла, но я бы ребенка в интернет не отдала. Она отдала ребенку в интернет? Она говорит, ребенок был в госучреждении. Показывайте сюрприз. Дорогая, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая красавица! Я хочу себя познакомить. Его зовут Юра. Здорово. Дарю. Подождите, как... Разве можно ребенка дарить как подарок? Она сумасшедшая. Красавица. Спасибо вам большое. Проходите в хром-то. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Держи. Это тебе. Ну, я думаю, мама, она хорошая. Вот как ни странно, вот такие мамы, они хорошие. И дети их больше любят. А как хорошие, если она в дом малютки отдавала? Ну, а что ей было делать? Денег нет, никто не помогает. И что ей нужно было делать? Как-то выживать надо было? Чтобы устроиться на работу элементарно, без всякой помощи. Отдала в дом малютки, носилась, бегала, кормила. Потом забрала. Видно, что ребенок счастливый. Видно. Мама. Мамочка. Мама. Чис, чис, чис. Вот смотри, тетя, смотри, о чем разговаривает. Видишь, они обсуждают. Знакомьтесь с третьей невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Юрий, очень приятно, что вы занимаетесь таким благородным делом. Я очень польщена. Спасибо. И, кстати, о награде вашей я тоже слышала. Тоже спасибо. Это вам. Спасибо. 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 Татьяна, 31 год. Президент медиаагентства. Посол доброй воли от Международной организации по защите окружающей среды. Танцует на венских баллах и коллекционирует бабочек. Предупреждает, что ни за что не расстанется со своими кошками и собакой. Как только карьера мужа Татьяны пошла в гору, он перестал проявлять к ней интерес и в конечном итоге предложил пожить отдельно. Надеется, что Юрий будет с ней рядом и в горе, и в радости. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Ну, как уже сказали, я люблю искусство, я люблю коллекционировать бабочек. Я решила для каждой ведущей подобрать особый сюрприз. Да что вы. Я думаю, что для Василисы подойдет такая бабочка. Боже, невероятная красота. Это Атлас, кажется, она называется. Мой любимый цвет. Но вообще удивительно, что вы раздариваете свою коллекцию. Это какая-то необыкновенная щедрость. У меня коллекция 4000 бабочек. А, ну тогда не жалко. Для Розы я бы подарила такую бабочку. Спасибо. Боже, неужели не жалко, какая красота. Бориса, а для Вас такая? Я черная, мой. Бабочки чудные. Ну и для жениха у меня тоже есть подарок. Это такая картина. Здесь разные крылышки разных бабочек. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте любезны. Примите подарок. Кань, это ваше круг дело? Нет, это делают мои специалисты. Видишь, тетя там рисует бабочек. Вернее, коллекционирует бабочек. Видишь, как хорошо. А где вы встретили своего будущего супруга? Я была стюардессой на литерных авиалиниях. Мне было 21 год. В бизнес-классе? И в бизнес-классе так случилось, что... Да, я увидела этого человека. Он, когда выходил уже из самолета, вы ему салфеточку с номером телефона. Да, было именно так, потому что по долгу службы я никак не могла это сделать по-другому. А он по долгу какой службы не позвонил вам? Ну, это, наверное, не по долгу службы. Это такое отношение... Ну, я так подкалываю вас. Мужское свинство. Нет, почему? Он не позвонил, потому что не захотел, наверное, позвонить. А потом вы случайно с ним встретились. Скорее всего, это была такая манера общения с женщинами. То есть он выждал некоторую паузу, и потом абсолютно случайно мы познакомились на дне рождения друга. А как вы оказались вдруг на дне рождения друга? Очень просто. То есть вы считаете, что это случайно? Я думаю, что да. И он вас узнал, что это вы та самая прелестница? Да, он узнал, и как-то так сначала был на стороже, наверное. Почему? Это такая манера поведения. Скажешь, ну надо же, не позвонил, так она и здесь нарисовалась. Какая упорная. И закрутилась. Через сколько поженились? Поженились ровно через три месяца. Мне кажется, что Юра еще не в полной мере понимает, какая жемчужина может ему достаться. Что помешало быть сегодня счастливой с ним? А вот как-то вот не сложилось. Ну вот что именно не сложилось? Вот я могу перечислить, что у меня с кем не сложилось. А в вашем конкретном случае что? Дело в том, что мы росли вместе, можно сказать. А сколько лет ему было? Мне было тогда 21, ему 30. 30? То есть на самом деле разница возрасте минимальная, но допустимая. 10 лет? Нет, послушайте, если он пассажир бизнес-класса, значит он уже в 30 лет что-то имел, значит он вырос. Вы были стюардессой, вам был 21. Вы говорите, вы вместе росли. Куда вы? Вы что, стали командиром корабля? Я не знаю, пилотом первого класса? Куда вы выросли-то? Кого? Дело в том, что сначала он был спортсменом, а после того, как он завершил свою спортивную карьеру, он пошел по госслужбе. Все, поняла, поняла. Сколько вы с ним прожили вместе? Мы с ним прожили 12 лет. 12 лет? Да. А почему не родили детей? А так получалось, что у него перелеты, работа. Очень часто я провожала его в 8 утра, забирала в 10. На самом деле времени, что проводить вместе было очень мало. Жалеете об этом? Да, на самом деле да. А из-за чего тогда расстались? А расстались, вот как-то не сошлись характерами. Вы мечтательница, потому что вы же не просто так расстались со своим мужем. Вы же переживали страшно и хотели его вернуть. Вы действительно особо романтичная. Вы сначала ему предложили пожить отдельно, а потом послали ему на работу конверты с лепестками роз. Переживали, очень страдали. Как считаете, отстрадали? Вдруг он увидит вас сейчас по телевизору и скажет, нет, такая красавица самому нужна. Узнаем. Или уже все отболело? Я думаю, что все отболело. Я достаточно открыта к новому отношению. А сколько лет вы уже отдельно? Достаточно недолгий срок, но за этот срок я уже поняла, что я открыта к чему-то новому. Сколько вы в разводе? Мы уже в разводе полгода. Ну, где-то так, да. Очень обидно, когда вот эта внешность яркая закрывает глаза на внутреннюю сущность. А как насчет тещеньки на вашей территории? Мы же с мамой приедем. Ну, судя. С двумя котами и псинками. Ну, маленькая она, да, у нас? Вабрадор. Вабрадор. Простите, пожалуйста, я хочу вмешаться. Пожалуйста, вмешаться. Юрий. Здравствуй, дорогой мой. Красавица, моя любовь. Какое приятное знакомство. А вы откуда знаете? Юра, ну как ты же не знает Юра, известного пианиста, что вы. Мы вас все очень любим. Все пианисты влюблены в вашу программу. Правда? Да. Я просто хочу сказать. Я смотрю на Юрия, я вижу его восторг внешностью. Но должен сказать вам, Юрий. А теплота какая во взгляде, посмотрите. Что вот внешность в случае Тани, а Татьяну я знаю очень много лет, это самое вообще-то минимальное ее достоинство. Это такой богатейший внутренний человек. Я уж не говорю там успешный бизнес, это компания, которую она создает, ведет и в Москве, и в Эмиратах. Это теплейший человек. Она тоже занимается благотворительностью. У нас много проектов, которые она поддерживает. Татьяна – это человек, у которого внутреннее достоинство и теплота, сердечное, просто выплескивается. Он чего-то, ему работать не только пианистом, но и рекламным агентом. Тут у него даже по выражению лица видно, что они в паре работают, они работают в паре. Покажите то, что вы приготовили, хорошо? Я даже не буду задавать глупых вопросов, там типа, уметь ли она готовить, убирать, стирать. В вашем случае это не нужно, вы уже все. Со мной на программу пришел еще друг. Друг – оперный певец. И он согласился для нас исполнить композицию. Я приглашаю вас на танец. Ой, как все прекрасно. Проходите. Добрый вечер. Татьяна, я тебе желаю счастья. Желаю, чтобы на твоей свадьбе очень громко пели эту песню, не только эту. И чтобы звучали всегда аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, давайте поаплодируем. Он, конечно, выберет Татьяну, я так думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное. Прекрасный сюрприз, Танечка. Скоро узнаете, кого Юрий выбрал. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво. Ну как, нормально? Браво. Танечка, ты была очаровательна. Ну что скажете? Как ее друг, видите, расхвалил. Вам тоже показалось, что она такая же прекрасная? Мне кажется, я нашел свое счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет. Она практически делает то, что я делаю. То есть, во всяком случае, соратник уже это точно. Вот. Борис. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, три совпадения. Стюардесса, стюард. У нас есть свой музей мира, у нас больше тысячи картин. Нам дарят картину. И третье совпадение. И третье благотворительность. То, чем занимаемся мы, в принципе. Конечно, ну как это было? Как это было? Как ты себя ощущала? Ну, приятный человек, можно познакомиться. Я-то понимаю, зачем нужна Юрия Танечка, но это очевидно. Ну, только я не очень понимаю, зачем Танечке Юра нужен. Понимаете? Здрасте. Нет, ну я имею в виду, а что? Здрасте. Такая девушка красивая должна улучшать наш генофонд. А тут поди знай. Что? Мы улучшим генофонд. Улучшим генофонд. Я ничего не буду говорить, потому что я так за вас рада. Мне тоже кажется, это такая редкость, когда мужчине не просто очень нравится женщина в нашей программе, когда он еще имеет смелость открыто признать это сразу, сказать «нет», без всякого сомнения, не перебирая разные варианты, а сказать «да», я, кажется, нашел свое счастье. Я просто не знаю, я просто в умилении. Я при этом понимаю, что ее Марс с Юпитером в Скорпионе, она восходящий Скорпион, это действительно неплохая завязка, неплохая зацепка. Ей нравятся мужчины такие, как вы, достаточно скрытные, погруженные в себя. Поэтому с ее стороны, на мой взгляд, Рост, это был бы правильный выбор. Если бы это не дополнилось и еще одним аргументом в вашу пользу, я бы сказала, что ее возможности встретить молодого по весу, именно молодого с маленькой разницей в возрасте, в ближайшие 4 года стремятся к нулю. Ей нужно ориентироваться на мужчин старше себя сейчас, и, может быть, даже где-то рассудочно делать выбор. Поэтому не ждите, что она сразу в отношениях, например, будет раскрываться. Ну, я должна вас спросить, не передумали ли вы за время рекламы, к кому вы пойдете, что вам Борис, может быть, он вас отговорил. Нет, Борис сказал. Нет, я сказал, что как бы мы попали в цель. Вот, первая, как бы, эмоция, мне кажется, она именно такая натуральная. Знаете, у меня такое ощущение, что даже если бы она не занималась благотворительностью, не собирала бы картины, и у вас вообще бы не было ничего общего, она не была бы стюардессой, и вы стюартом в свое время, вы бы все равно вышли к ней. Потому что она девушка эффектная, она моложе вас на 20 лет, и все объясняется этим. Я на самом деле, с астрологической точки зрения, советовала бы вам еще секундочку поразмышлять. Потому что в каждом этапе жизни мужчине нужна разная женщина. Я считаю, что если в вас горит еще ретиво, если вы себя чувствуете юношей, подростком, или просто молодым мужчиной, тогда, безусловно, нужно выбрать Татьяну. Но если хочется спокойствия, как вы сказали, то рассмотрела бы Ильяну, потому что она тот тип женщины, которая не просто будет на вас ориентироваться, как Татьяна, но будет вас хорошо чувствовать. Может быть, еще секунду поразмышляете? А у вас и будет секунда, и не одна. Вот по дороге в одну из этих комнат. Поэтому проходите, мы вас в любом случае поддержим. Мы не знаем, выйдет Юрий один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Юра, может, не отдадим, а? Нет, Юра, не отдадим, нет. Безуку подняли. Не отдадут. Все уже. Все уже. Все, судьба решена? Судьба решена. Ну, ребята, совет да любовь. Счастье. У нас есть пара Татьяна и Юрий. Спасибо.